Всем привет, это EFFECT PRISM И сегодня я бы хотел снова вернуться к теме частиц Сегодня я хочу вам показать, как можно рассыпать все что угодно на частицы Но сегодня мы не будем делать такой скучный эффект вроде вот этого А мы сделаем нечто повеселее Вот так Ну и к слову, все это полностью доступно в бесплатной версии DaVinci Так что давайте начнем Ну что же, берем пустую Fusion композицию, перетягиваем ее на таймлайн Пододвигаем к ней playhead и переходим во Fusion Что нам понадобится? Нам понадобится логотип, который мы будем распылять на частицы И нода Background для начала Сразу соединяем Background и логотип с помощью ноды Merge Обратите внимание, что Background должен подключаться в желтый вход А логотип в зеленый И выведем все это в левый Viewer И у нас получается вот такая конструкция Давайте сразу в ноде Background включим прозрачность Потому что этот слой у нас будет еще накладываться И нам в данном случае необходимо, чтобы был виден только логотип Давайте после логотипа добавим ноду Transform Это нужно для того, чтобы в любой момент мы могли изменить размер этого объекта Не затрагивая всю анимацию Давайте его сразу сделаем немного больше Вот так Теперь нам нужно подключить ко всему этому маску Которая будет создавать область для генерации частиц Подойдет здесь абсолютно любая маска Но для того, чтобы несколько упростить процесс Я буду использовать маску в виде эллипса Смотрите, что мы будем делать Во-первых, давайте подключим эту маску во вход маски для ноды Merge И сделаем ее побольше И где-нибудь в 10 кадре Давайте мы ее отведем за пределы экрана За пределы видимости вообще И поставим ключевой кадр Пусть где-то к 80 Давайте к 90 кадру Эта маска у нас станет приблизительно в центр экрана И таким образом займет собой примерно всю область Давайте даже сделаем ее побольше Почему я делаю размер маски таким? Это на тот случай, если какой-то логотип или любой другой объект Будет занимать больше места на экране Дальше, смотрите, что у нас происходит У нас маска придвигается к экрану И логотип проявляется Но нам нужен не этот эффект Сейчас мы создаем область создания частиц И нам нужно сделать следующее Во-первых, нам нужно снять галочку Solid И увеличить параметр BorderWid Примерно вот так И это у нас будет та область, в которой будут генерироваться частицы Теперь давайте перейдем непосредственно к генерации частиц Для этого нам понадобится нода P-Emitter и нода P-Render Можно их сразу между собой соединить В ноде P-Emitter в разделе Region В параметре Region ставим Bitmap Это значит, что это будет какая-то конкретная заданная область И в данном случае регионом у нас будет то, что у нас находится в ноде Merge То есть вот эта часть нашего логотипа Если открыть ноду P-Render в правом Viewer То мы увидим вот такое явление Это не то, что мы ожидаем Поэтому, во-первых, давайте в ноде P-Render переключимся в режим 2D А в ноде P-Emitter давайте настроим частицы Предлагаю в качестве стиля сделать Line Давайте зададим сразу же размер Где-нибудь 2 Сделаем немного Size Variance Для того, чтобы частицы отличались по размеру Дальше в Controls в Rotation разделе Rotation Relative to Motion Это значит, что частицы будут всегда расположены по вектору движения То есть если они будут двигаться вверх Они будут расположены вертикально Я думаю, это понятно Дальше давайте сделаем количество побольше Для начала 500 Также увеличим Number Variance Для того, чтобы частицы каждый кадр генерировалось разное количество Lifespan Это параметр, который отвечает за время жизни частиц В данном случае стоит 100 кадров Но мне кажется, это многовато Давайте пока поставим 50 И также Lifespan Variance поставим 10 Дальше Очень важный параметр Color Мы не будем красить частицы в какой-то конкретный цвет Я бы хотел, чтобы цвет частиц зависел от того, где они зародились То есть видите, у нас логотип цветной И хотелось бы, чтобы частицы повторяли цвет логотипа Для этого мы в параметре Color поменяем значение на Use Color From Region Теперь давайте установим для них значение направления Я бы хотел, чтобы в начале частицы двигались вверх Для этого параметр Angle поставим около 90 То есть если будет плюс 90 значение Это значит, что они вертикально вверх будут двигаться Я хочу, чтобы они двигались не совсем вверх А немного правее Для этого поставим угол 80 Вы вообще можете поиграться с этим параметром И вы увидите, как направление зависит от этого параметра И также я хочу, чтобы они двигались не вот ровно Практически вверх А еще немного на зрителя То есть такой создать эффект псевдо 3D Это можно сделать с помощью параметра Angle Z Отрицательные значения будут ближе на зрителя Если положительные, это будет от зрителя И я хочу где-то, ну пусть для начала 15 градусов на зрителя И также сделать вариативность, допустим, 5 градусов То есть будет от 10 до 25 И здесь тоже в Angle Variance давайте сделаем Ну пусть тоже будет 15 градусов у нас вариативность Теперь давайте сделаем, чтобы частицы наши двигались в принципе Для этого нужно поднять параметр Velocity Это, естественно, скорость Ну вот где-то 0,236 И также добавим вариативности, чтобы каждая частица двигалась с различной скоростью И смотрите, что у нас получается на данный момент Видите, у нас перемещается область создания частиц При помощи анимации вот этой маски И таким образом, давайте сделаем область экрана побольше И таким образом у нас в эту область создаются частицы и улетают вверх Так Дальше Нам нужен еще один бэкграунд Также в этом бэкграунде уберем параметр α в 0 Для того, чтобы он был прозрачным Теперь берем выход ноды transform И подключаем к второму бэкграунду Но логотип должен скрываться Для того, чтобы его скрыть, нам, естественно, понадобится маска И зачем я затеял изначально всю вот эту конструкцию? Для того, чтобы была возможность спокойно переиспользовать ту же самую маску Потому что здесь маска Это один из наиболее ключевых элементов И нам нужно создать инстанс этой маски То есть инстанс это связанная копия Для того, чтобы создавать инстанс Достаточно выделить ноду, нажать Ctrl-C И в любом месте Ctrl-Shift-V Таким образом у нас создается связанная копия Видите, у нее есть зеленая линия Это значит, что все параметры, которые я буду менять Неважно в какой из этих двух нод Эти изменения будут применяться и ко второй ноде Но нам не нужно, чтобы прям все параметры были связаны В частности, мне нужен параметр border-width Который должен быть не связан Поэтому я нажимаю по нему правой кнопкой Выбираю the instance Также параметр solid Нужно отвязать также the instance Давайте soft-edge тоже отвяжем И также параметр invert Также сделаем the instance И подключим вот эту маску Ко входу маски ноды merge2 В этой маске мы, во-первых, включим solid Во-вторых, уберем border-width Он нам тут не нужен И также мы ее инвертируем И смотрите, что мы видим вот в этой ноде Давайте пока отключим перендер Потому что он тормозит работу При проигрывании анимации у нас скрывается логотип Это как раз-таки тот эффект, который нам и нужен Теперь давайте наложим частицы, которые мы уже создали На наш скрывающийся логотип Для этого выход ноды perender перетягиваем к выходу ноды merge2 И смотрите, что у нас получается Мы проигрываем анимацию И у нас создаются частицы, которые улетают И при этом скрывается логотип Смотрите, вот здесь у нас достаточно резкая граница Давайте здесь немного подкрутим параметр soft edge Для того, чтобы смягчить маску И, соответственно, добавить к краю немного прозрачности И soft edge я бы сделал и вот в этой маске Только совсем чуть-чуть Далее, для того, чтобы создать тот самый эффект водопада Который вы видели в начале Нам понадобится следующая нода Нажимаем shift пробел P-directional force Эта нода заставляет частицы двигаться в каком-то определенном направлении По умолчанию у нее направление минус 90 Это как раз-таки вниз, куда нам и нужно Давайте немного увеличим силу Для того, чтобы частицы сильнее реагировали на вот это притяжение Так, смотрите, у нас эффект получается какой-то слишком шустрый Давайте откроем keyframes Здесь выберем параметры show only selected tools Поэтому давайте пусть маска у нас будет двигаться немного дольше Передвинем второй ключевой кадр где-то к 120 кадру Давайте посмотрим, что у нас пока получается Отлично Keyframes можно закрыть И теперь давайте добавим немного хаоса движению частиц После ноды P-directional force или перед ней В принципе, по-моему, роли никакой не играет Давайте добавим ноду P-turbulence Эта нода придает такое хаотичное движение по осям И давайте увеличим параметр x-straight Z-straight Y-straight Также мне кажется, что можно увеличить количество частиц Где-нибудь до 600 И давайте в ноде Transform чуть-чуть уменьшим логотип, потому что мне кажется, он крупноват Поставим где-то В данном случае 1.6 Но опять же, вы подстраиваете под те размеры, которые у вас Теперь В ноде P-render Что можно сделать для того, чтобы все это смотрелось красивее? Можно немного добавить блюра, совсем чуть-чуть И Свечение Вот свечение почему-то здесь не работает Поэтому давайте свечение добавим с помощью другой ноды Для этого после ноды P-render давайте подключим ноду glow Самый обычный glow, который по умолчанию есть в DaVinci И с помощью glow size и параметра glow Мы можем отрегулировать свечение Так, как мы хотим И можно еще добавить бленда для того, чтобы свечение было поярче Теперь подключаем все это к ноде Media Out Можно вернуться на вкладку Edit Дождаться окончания кэширования Посмотрите, если у вас здесь не появляется красная полоска Тогда нажмите playback Render cache и поставьте smart Этот параметр будет включать кэширование через 5 секунд После окончания какой-либо активности на таймлайне У меня он уже завершился И мы можем просмотреть, что у нас получилось Вот такая анимация И смотрите, почему я вначале говорил, что хочу сделать вот именно такую конструкцию Это важно Теперь вместо вот этого логотипа мы можем подключить все, что угодно И вы можете сохранить вот эту Fusion композицию как некоторый шаблон И, например, взять здесь какой-то текст Давайте в нем напишем слово текст, чтобы было понятно Увеличим размер Ну и давайте какой-нибудь цвет отличный от белого ему сделаем И подключим этот текст вместо частиц И также на вкладке Edit После окончания кэширования посмотрим, что у нас получается Ну что же, друзья Вот такой простой эффект Я надеюсь, он вам понравился Большое спасибо за просмотр Всем пока Субтитры сделал DimaTorzok